Кристоф Хойсгин, глава Мюнхенской конференции по безопасности. Мы встретились с ним здесь, в Вашингтоне. Большое спасибо за то, что снова нашли время для ДВ. Я рад приглашению. Германия и США договорились предоставить Украине ракеты дальнего радиуса действия. Как вы думаете, следует ли разрешить президенту Зеленскому использовать их по целям на территории России для защиты Украины, особенно после жестокой атаки на детскую больницу? Да, прежде всего, очень важно отметить, что все, что мы делаем, мы делаем на основе международного права. А там четко прописано, что до тех пор, пока Украина наносит удары по военным объектам, являясь жертвой агрессии со стороны России, это, согласно международному праву, абсолютно законно. Так почему мы продолжаем удерживать Зеленского от того, чтобы оборонять свою страну, особенно учитывая то, что творит Путин? Знаете, вы только что упомянули о больнице, которая подверглась обстрелу. Мои украинские друзья говорили мне, что это была главная больница в Украине, где лечили детей с онкологическими заболеваниями, а Путин уничтожил эту возможность лечить юных пациентов. И сделал он это как раз накануне саммита НАТО. Так что это еще и послание Вашингтону. Я думаю, что он как бы смеется над нами, что мы все еще не позволяем Зеленскому защищать свою страну так, как он должен это делать. Зеленский, конечно, очень рад и благодарен за все, что мы делаем. Это великолепно, то, что мы делаем. Но почему мы все еще мешаем ему защищать страну эффективным способом? Да, важно иметь оборонительное оружие для того, чтобы сбивать приближающиеся ракеты. Но почему бы не позволить ему уничтожать все установки, с которых запускаются все эти беспилотники? Почему бы не разрешить уничтожать также тот аэродром, с которого взлетели российские военные самолеты, которые бомбили эту больницу? Этот вопрос остается в силе. Очень жаль, что и США, и Германия все еще отказываются разрешить Зеленскому сделать то, что, согласно международному праву, он может и должен сделать. То есть, вы считаете, что Киеву следует разрешить использовать ракеты для нанесения ударов по военным объектам в приграничных с Россией регионах? Не только в приграничных районах. Он должен иметь возможность защищать свою страну. Каждый день гибнут украинцы, гибнут маленькие дети, а Зеленский не может эффективно защищать свой народ. Потому что мы не даем ему использовать оружие в соответствии с международным правом. На саммите НАТО в ходе длительного обсуждения было также согласовано, что путь к членству Украины в НАТО является необратимым. Коммунике было подписано в среду. Однако, если Дональд Трамп будет переизбран и согласится с тем, что Владимир Путин может сохранить Крым, Донбасс и, возможно, другие части Украины, не создаст ли это значительный риск масштабной эскалации? Ну, во-первых, никто не может решить за украинцев, отдавать ли им территорию. Я имею в виду, что это не решение президента США. Это украинская территория. Американцы гарантировали поддержку национального суверенитета и целостности Украины, когда та отказалась от ядерного оружия в 1994 году. Тогда оно было размещено на ее территории. Россия также гарантировала Украине национальный суверенитет. Так что это должны решать украинцы. Что касается членства в НАТО, я думаю, что в конечном итоге полноправное членство в НАТО — это единственная гарантия безопасности для Украины, а также для таких стран, как мы, Германия, которые сейчас вынуждены тратить миллионы и миллиарды евро на оборону Украины. Я думаю, что это единственный способ обеспечить безопасность Украины в будущем, но также и нашу безопасность от новой российской агрессии. Это членство в НАТО. Позвольте мне пояснить. В прошлом Путин подписал ряд договоров, конвенций, международных соглашений, в которых он гарантирует, что уважает национальный суверенитет и целостность Украины. И он не выполнил ни одного из этих соглашений. Так что даже если сейчас, и, надеюсь, чем скорее, тем лучше будет достигнуто соглашение, которое положит конец этой войне, даже в этом случае никто не может быть уверен, что Путин сдержит обещание, которое он дал, поставив свою подпись. Так что единственный способ, как действительно мы можем обеспечить мир в Украине в долгосрочной перспективе, также мир для нас, это членство Украины в НАТО, потому что это единственное, что Путин уважает. Поэтому я думаю, что в конечном итоге нам необходимо полное членство Украины в НАТО. Некоторые опасаются, что если Трамп вернется в Белый дом, который находится прямо за вами, и станет посредником заключения мирного соглашения с остальным миром, но в основном, конечно, с Владимиром Путином, то Россия сможет сохранить, например, Крым, а остальная часть Украины станет членом НАТО. А затем президент Зеленский или кто-то другой попытается вернуть Крым и другие части страны. Это будет означать, что НАТО придется вмешаться. Вы разделяете это беспокойство? Нет. И нам даже не нужно заглядывать далеко в прошлое. Посмотрите на Германию. Германия, Западная Германия стала членом НАТО в 1955 году. Мы были разделены страной. Воссоединение Германии было частью нашей Конституции. И в наших соглашениях было очень четко прописано, что да, НАТО будет защищать Западную Германию, если на нее нападут. И вы помните, еще даже до основания НАТО, когда была блокада Восточного Берлина, когда была построена стена, была также попытка изолировать Западный Берлин от остального мира. Вы знаете, американцы стояли там, чтобы защитить его, но было совершенно ясно, что если бы Западная Германия подумала, никто на самом деле не думал об этом, но если бы подумали о том, чтобы отвоевать Восточную Германию военными средствами, то Барон Альянс ни при каких условиях не стал бы ее прикрывать. Так что это сработало с Германией. Почему бы не оказать такое же доверие украинцам, как когда-то оказали нам, Германии? Я думаю, что это высокомерно аргументировать тем, что якобы нельзя доверять украинцам. Да им можно доверять. Это народ, которому приходится обороняться, и тем, что он сражается против России, против Путина, который заявил, что хочет восстановить бывший Советский Союз, в который входят и члены НАТО. Этим украинцы защищают также и нашу безопасность. Говоря о Дональде Трампе, какие опасения вызывают у вас последствия его возможного возвращения в Белый дом для архитектуры глобальной безопасности? Я отношусь к тем, кто отказывается строить догадки в этом отношении. С момента вступления бывшего президента Трампа в должность было ясно одно – невозможно предусмотреть, что он делает. То есть в один день он может делать одно, в другой день – другое. А размышлять о том, что сделает Трамп, я считаю чистой спекуляцией. Нам нужно сосредоточиться на себе. Знаете, мы должны сделать то, что уже обязались сделать 10 лет назад, после того, как Россия аннексировала Крым. Тогда мы сказали, что теперь Европа должна принять вызов. Мы должны иметь собственный военный потенциал для своей обороны, играть более важную роль в альянсе, и нам нужно продолжать в том же духе. Мы долго тянули время, прежде чем действительно продвинуться в этом направлении. Сейчас происходит чуть больше, но мы все равно должны сделать еще больше, чтобы подготовиться. Канцлер Меркель еще в 2017 году говорила, что мы должны быть готовы к ситуации, когда США по тем или иным причинам решат не вмешиваться, когда наша безопасность окажется под угрозой. Поэтому мы в Германии и в Европе должны выполнить нашу часть работы. Сколько времени должно пройти, прежде чем это будет сделано в Германии и Европе? Это зависит от готовности правительства Германии и других стран реально выполнить взятые на себя обязательства по выделению как минимум 2% ВВП на нужды обороны. Мы реализуем это в нынешнем и, возможно, в следующем году. Но потом, когда средства из специального фонда на оборону будут исчерпаны, тогда нам придется брать деньги из бюджета. И вот что касается бюджета, который только что был согласован, кабинетом министров, мы видим, что когда дело доходит до выделения средств на оборону из бюджета, то мы не там, где должны быть. И министр обороны, господин Писториус, ясно дал понять, что он очень обеспокоен этим решением. И я надеюсь, что бюджет, вы знаете, что за принятие бюджета отвечает парламент, что у парламента на самом деле есть мужество исправить то, что предложило правительство. Давайте пока остановимся на Германии. Репутация Германии, что касается ее готовности предоставить столько денег и поддержки, сколько необходимо, не самое лучшее, скажем так. Вы только что упомянули нашего министра обороны Писториуса. Почему же правительство, почему парламент не готовы дать больше денег в данный момент? С политической точки зрения выполнить это обязательство очень сложно, потому что, когда нет высоких темпов роста экономики, если вообще есть хоть какой-то рост, и вы увеличиваете расходы на оборону, вам приходится делать это за счет урезания других расходов. Конечно, в Германии по сравнению с другими странами уровень долга гораздо ниже, так что здесь есть некоторое пространство для маневров. Вы не можете просто увеличить размеры долга, чтобы в долгосрочной перспективе оплатить все оборонные обязательства. Поэтому нам нужно обсудить это с политической точки зрения. Мы должны обсудить это на уровне общества, насколько высоко мы ценим безопасность. Если вы посмотрите на дискуссию, которую мы ведем в нашей стране, и сравните ее с дискуссией в странах, которые находятся гораздо ближе к России, вы увидите разницу. В странах Балтии все партии, от левых до правых, так же, как и в Польше, все партии знают, насколько неминуема российская угроза, насколько реальна эта угроза. Посмотрите на скандинавские страны. Посмотрите, как Финляндия после агрессивного вторжения России в Украину изменилась с одного дня на другой и теперь является членом НАТО. То же самое со Швецией. Они много тратят на оборону, как и норвежцы, как и все. А мы в Германии почему-то все еще верим, что в конце концов как-то мы решим эту проблему без этих обсуждений, принятие сложных решений. Это то, что мы должны обсуждать. В Германии еще есть партия АДГ. Что вы скажете тем, кто говорит, а можно ли полагаться на Германию в будущем, если у такой партии 30-процентная поддержка? Как вы реагируете на это? Нет, мы должны быть предельно четкими. Я думаю, мы не должны избегать дискуссии. Мы должны вести дискуссию. Мы должны четко дать понять, что АДГ финансируется Россией. Я имею в виду, что после аннексии Крыма, которое является нарушением международного права, именно депутаты АДГ отправились в Крым, чтобы поддержать притязания России. Так что их финансирует Россия, и мы должны ясно объяснить людям, что, голосуя за АДГ, они поддерживают российские интересы. Говоря о влиянии России, стоит вспомнить Виктора Орбана. Он недавно встречался с Владимиром Путином и должен был встретиться с бывшим президентом США Трампом. Насколько вас беспокоит его дестабилизирующее влияние в Европе? Давайте не будем это переоценивать. Это досадно, но не будем это переоценивать. Это маленькая страна, а Орбан — это, знаете, такой клоун, который бегает вокруг, а мы ему позволяем. Неприемлемо, что Венгрия является одним из крупнейших бенефициаров Европейского Союза, получая выгоду от внутреннего рынка, от всех фондов. А с другой стороны, с утра до вечера Орбан подрывает европейское единство. Он выступает против европейских ценностей, против европейской политики, а теперь еще и злоупотребляет председательством в ЕС, выкладывая все свои безумные твиты со словом «ЕС» в заголовках. Поэтому мы не должны с этим мириться. Я думаю, что как демократия, как демократический союз наций, мы должны бороться с врагами демократии гораздо больше, чем мы делали это в прошлом. За свою долгую карьеру вы вели переговоры со многими мировыми лидерами. Какой ущерб международной репутации Соединенных Штатов наносят споры о физическом состоянии президента Байдена? Это неудачная дискуссия. Соединенные Штаты – самый важный партнер для Европы. Это важный торговый партнер. Это ключевая страна в G7, в G20. Весь мир смотрит на США, и эти дебаты сейчас не помогают. Нам нужно, чтобы у Соединенных Штатов было сильное правительство, и мы хотим, чтобы оно было сильным. А сейчас у нас идет эта неудачная внутренняя дискуссия. И надеюсь, что эта дискуссия скоро закончится. Конечно, нам нужна опора. Мы хотим быть уверены, что эти отношения останутся такими же близкими, как сейчас, и не хотим отвлекаться на эти вопросы о правительстве. Так что, чем скорее будет решен этот вопрос, тем лучше. Мистер Хольцген, большое спасибо. Мне было очень приятно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...